Президенты Белоруссии уговаривают отказаться от АЭС и сотрудничества с Россией ради Прибалтики. Литва, Латвия и Эстония приближаются к общему соглашению не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Мы рады, что приближаемся к общей позиции стран Балтии не покупать электроэнергию с небезопасной Островской АЭС. Импорт российской электроэнергии не должен стать возможностью для импорта с нечистой Островской АЭС, заявил Сквернялис. Литва возмущается строительством БелАЭС с самого начала проекта. Объект строился в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Именно выбранная площадка и не устраивает литовские власти, которые называют БелАЭС угрозой национальной безопасности и считают, что станция строится с нарушением международных требований. Кроме того, Вильнюс недоволен тем, что работы ведутся при содействии российской госкорпорации «Росатом». Кредит на строительство станции в несколько миллиардов евро Минску выделила Россия. А потому страны Балтии всячески пытаются минимизировать сотрудничество Беларуси и России в сфере атомной энергетики. В Минске неоднократно подчеркивали, что БелАЭС строится в соответствии со всеми нормами безопасности. Отсутствие рисков для соседних стран неоднократно подтверждали и международные специалисты. Тем не менее, в Литве Витаутас Ландсбергис и другие политики создали общественное движение против Беларусской АЭС и забирают подписи в Европарламент, чтобы ЕС надавил на Минск. Кроме того, Вильнюс анонсировал создание коалиции против БелАЭС, состоящей из Литвы, Латвии и Эстонии. С другими столицами Евросоюза, кроме Таллина, у Вильнюса также не складывается диалог о судьбе Беларусской АЭС. Все выступают за ее безопасность, но никто не обещает отказаться от дешевого электричества. Литва надеется, что три страны Балтии вскоре подпишут соглашение, предусматривающее, что до 1926 года, когда их сети будут синхронизированы с сетями Европы, они не пустят на свои рынки электроэнергию, произведенную на Беларусской АЭС. В 2025 году страны Балтии планируют выйти из электрокольца в РЭЛ, Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия, оставшегося в наследство от СССР. Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунос надеется, что важную роль в подписании документа сыграет Еврокомиссия. Жигимантас Вайчунос также сообщил, что попросил Еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон сделать последний шаг для завершения этого процесса, так как этот согласованный документ может стать прекрасным примером единства Балтийских стран, если уже в ближайшее время он будет подписан. Между тем, президент Литвы и Гитонас Науседы на днях позвонил Александру Лукашенко и на фоне беседы о проблемах, связанных с кризисом, выразил озабоченность в связи со строительством Белорусской АЭС. Как отметили в пресс-службе Науседы, он подчеркнул, что Литва по-прежнему не согласна с выбором места расположения электростанции. Кроме того, по словам литовского президента, вопрос безопасности АЭС вызывает серьезную озабоченность у властей Прибалтийской республики. Науседа отметил, что избранное место для БелАЭС рядом со столицей Литвы является болезненным аспектом не только в отношениях Литвы с Белоруссией, но и в отношениях Евросоюза. «Мы считаем, что строительство станции также является дополнительным временем для белорусской экономики, поскольку используются кредиты, предоставленные России, которые придется возвращать. Что делать в этой ситуации, чтобы вернуть независимость Белоруссии от российских ресурсов и инфраструктуры? Президент предложил реально диверсифицировать источники энергии в Белоруссии», сообщила Остаска Герита, советник президента Литвы. Однако в отношениях президента все же намечается потепление. Вот что сказал Гитана Сноуседа журналистам после разговора. «Я очень прямо спросил белорусского президента, сказав, что наша позиция по Белорусской АЭС и по незакупке электроэнергии с этой станции остается неизменной. Не станет ли этот аспект препятствием в общении и по другим вопросам?» Его ответ был однозначным. Нет, это не станет препятствием. И мы сможем обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова